Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего ютуб канала про установление. Большинство техники с консервацией не может похвастаться своим состоянием, тем более если грузовики и гусеничная техника находилась на стоянке под открытым небом. Сегодня продолжим рубрику «Муха не сидела» или «Новые грузовики в продаже». В представлении этот легендарный автомобиль не нуждается. Он продолжает пользоваться популярностью у автолюбителей по всему миру, несмотря на то, что выпуск был прекращен давным-давно. ЗИЛ-157 – крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Выпускался в разных модификациях на заводе имени Лихачёва с 1958 по 1978 год. С 1978 производство переброшено в Новоуральск. На Урале выпускали его до 1991 года. Всего было выпущено, по разным данным, около 800 тысяч штук. Проходимость у ЗИЛ-157 оказалась выше, чем у ГАЗ-66 и более новой модели завода ЗИЛ-131. Секрет проходимости ЗИЛ-157 кроется в его двигателе. Несмотря на мощность 104 и 109 лошадиных сил, бензиновый двигатель ЗИЛ-157 выходит на максимальный крутящий момент, уже в диапазоне 1100-1400 оборотов. Некоторые считают, что такие показатели бывают только у дизельных двигателей. На бездорожье именно высокая тяга на низах и нужна. Для своего возраста, ему на минуточку более 40 лет, вид имеет достаточно музейный. Это связано с армейским хранением. К тому же автомобиль не простой, а скорее всего бывшая машина связи или радиостанция. Если кто-то знает, точно напишите в комментариях. Сейчас очень популярное выражение «Муха не сидела». Это как раз про этот ЗИЛ-157. После всех консервирующих веществ, солидола или чем-то обрабатывают эту технику, к нему не могло подлететь ни одно насекомое. Пробег составляет пару маршей, 553 километра и даже сохранились документы. Стоимость 550 тысяч рублей. Если не брать во внимание расход топлива, то машина своих денег стоит. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч.